Наш процесс. Дэвид тебе, смотрите, лесенку поставил, но он не дотягивается. Ходит, помогает Джончику. Он молодец, видите, все раскрыл, поставил, все установки, фильтра, в общем. Сейчас, ребят, наполняем бассейн, видите, какой грязный. Фильтр подключит, и завтра уже добавим все средства. Кстати, вот эти вот все самолетики, видите, вот эта грязь, вся летит вот с этого дерева от нашего соседа. Джон говорит, блин, у всех деревья как деревья. А у него, знаете, сначала какие-то белые лепесточки летали, а теперь вот эти самолетики. Причем они везде, вот и в камнях, везде, короче. Вот так немножечко почистили. Наш дэк был усыпан. Вот, смотрите, наши тут прибамбасы. Вот зонтики, кстати, смотрятся неплохо. Покажусь вам немножечко. Вот такие у меня волосы. И Дэвид возле меня прыгает. Идем к Даде. Ну что, маршмеллка тает. Дэвид себе тоже заказал. Говорит, мама, я тоже так хочу. Единственное, он маршмеллку пощипал. Вот же. А Дадичка наш продолжает работать. И работать. Я говорю, да ладно, уже хватит. Говорит, нет. Вот у меня такое шоу. Лежу себе, отдыхаю под зонтом. Пью кофе. У меня, кстати, какао есть. Это какао. Маршмеллоу попробовать, да, ребят? Должно быть вкуснее. Так и не растаяло. А мы вот этот стол, ребят, передвинули немножко. Поэтому больше места теперь. Ой, хорошо-то как. Свежо. Сосед там что-то ходил, ходил. Джончик здесь копался. Думала, может, хоть поздоровается с ним. Ну, ничего. Молчит. Стой. Люди, да? У него сегодня вечеринка. В принципе, мы все купили в прошлом году. У нас все есть. Все средства Джончик уже докупил. У них сейл был на прошлой неделе. Вот. И мы купили еще там две игрушки дополнительные для рейда. В шесть часов начала. Сейчас сдам своего ребенка. И поеду к Джончику. Взрослые занимаются. А у детей сегодня развлекуха. Так, специальные очки. Сейчас они будут играть, ребят. Слушайте, так непривычно. Отвела Дэвида. Обычно, ну, как-нибудь джи-джитсу отправляю. Здесь, получается, они будут играть. Пиццу есть. Я так понимаю, капкейки. Ну, и все в этом духе. Ну, а что, пусть ребенок повеселится. Еду я обратно, потому что два с половиной часа. Они будут тусоваться. Такой у меня спор был по поводу просмотра этого дома. Там девочки некоторые писали. Ира, мы что, что-то пропустили? Вы дом продаете? Ребят, я же уже говорила неоднократно, что вы бы хотели купить хороший дом, новый дом, красивый дом в хорошем районе. Но, к сожалению, здесь на Лонг-Айленде, ребят, одни старые дома. А те дома, которые строятся от застройщика, они очень большие. Их сразу строят двухэтажными, по пять спален. А для нас это, ребят, очень много. Ну, просто, понимаете, как мы там будем? У нас просто комнаты будут пустовать. Вариант остается только один. Сносить старый дом и строить новый. А это, ребят, сами понимаете, очень дорогое удовольствие. Особенно здесь. Может быть, в других штатах вы мне писали, какая-то девочка показывает в каком-то штате огромный дом за 350 тысяч. Ребят, я еще раз напоминаю, что в Америке цены очень разные. И зависит все это дело от штата, от расположения, какая школа. В общем, здесь столько всего. Покажу Джончика-трудяшку. Вот, смотрите. Надо ему все вот эти пни выкорчевать. Да? Девочки, напишите. О, нифига себе. Да. Такой приличный. Я бы, конечно, ему помогла, но вот эти вот вещи очень тяжело копать. Поэтому... Да? Я проверяю. Да. Что это? Плова? Парак. Ну да, потому что мы хотим вот это вот все убрать, ребят. Вот эту изгородь убрать из кирпичей. И посадить траву. И Дэвиду будет больше места играть в баскетбол. Сначала я думала посадить здесь цветы, а потом думаю, мяч постоянно летит. Ну зачем? Даже в эту сторону мяч летит, но здесь еще как-то так подальше. Так что, да. Ну вот. Джончик работает, трудяшка, молодец. My people asking me. We are always so sweet, nice family. Or it's just for the camera we are nice. Oh, just for the camera. For the camera, right? Usually we beat each other, screaming. Fight. Of course, it's always your fault. Never mind. I don't know. Короче, я спросила у Джона, мы всегда такие хорошие? Или только на камеру? Говорит, нет, мы только... В общем, если у меня поведение хорошее, то у нас все хорошо. Если у меня плохое, то мы начинаем конфликтовать. Не, ну бывает у нас ссоры, ребят. Ну как, конечно, мы тут не деремся, не орем, не кричим. Ну, бывает. Знаете, так вот, как бы обсуждаем какую-нибудь тему, и кто-нибудь не прав. Ну, Джончик, конечно же. Да, поконфликтуем, но это не то, чтобы там прям ссора вели. Собралась водичка, грязная. Я чуть не пойму, фильтр работает или нет. Фильтр is working, right? Ну, отлично. Времечко у нас есть, чтобы почистить бассейн, так что нормально. Пока он грязный, но скоро будет чистый, как слеза. Джончик все убирает, говорит, давай-давай, будем готовить что-нибудь. Ну, я вообще не голодная, но стейк мы приготовим. Вот он захотел брокколи. Представляете, приучила Джона ест брокколи на пару, как и мы с Дэвидом. А раньше, помните, я ему жарила их? Вот так. Пожил со мной, стал правильную еду есть. А здесь у нас стейк размораживался, уже разморозился. Видите, какой кусочек хороший. Ой, какой запах вкусный от стейка. Я брокколи уже приготовила, ребят. А я отстанула. Ну, все. Брокколи тоже готовы. Так что дай. Отлично. Да, супер. Вар. Сейчас накроем фольгой, и он еще немножечко постоит. И будет готово. Мы у нас много табли, поэтому мы можем выбрать. Этот, я думаю, да? Да. Ну, вот, тарелочка для жены. Вот такая, с брокколи, с рисом. Ну, и здесь остальное мясо. Все, с вами прощаемся. Будем есть. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...